При слое библиотека люди обычно представляют длинные стеллажи с различными книгами. Молодое поколение вспоминает еще и различные электронные каталоги и возможность ознакомиться с изданиями при помощи интернета. Все это есть и в государственной публичной научно-технической библиотеке «Соран», расположенной на улице Восход. Однако одним из ведущих библиотечных учреждений нашей страны ГПНТБ стало далеко не только из-за своего огромного книжного фонда и внедрения современных технологий. Здесь еще ведется большая научно-исследовательская работа. Поскольку мы не просто библиотека, а мы научно-исследовательский институт, поэтому мы занимаемся научно-исследовательской деятельностью. На сегодняшний день научный коллектив библиотеки работает над шестью научно-исследовательскими проектами. И проекты эти предполагают, понятно, издание статей, журналов и в том числе монографий. Недавно в ГПНТБ вышли две новые монографии, подготовленные сотрудниками библиотеки. Одна из них посвящена письмам из прифронтовой полосы 1914-1918 годов, которые писали непосредственные участники тех событий. Вторая – русской книги во Франции в первой трети XX века. В центре внимания книга. В центре внимания моей работы книга. То, как, собственно, эта книга производилась, как она появлялась за рубежом, как затем она распространялась через книжные магазины, библиотеки. Это главный герой книга. При подготовке этого издания пришлось проделать огромную работу и даже посетить Францию. Зато результат не разочаровал. Некоторые факты стали открытием даже для специалистов. Меня больше поразила судьба одного из создателей газеты «Парижский вестник». Она выходила в Париже, естественно, еще даже до Первой мировой войны. И меня поразило, что об этом человеке очень мало написано, но при этом Дмитриев, его фамилия, он очень много сделал для этого издания и собирал русских писателей, русских журналистов, порежу устраивал вечера. Научная работа издания «Монография» ведется в ГПНТБ «Суран» в плановом порядке. Исследователи представляют свои труды на различных мероприятиях всероссийского и международного уровня. Одно из них – Международная научно-практическая конференция «Липвэй-2023», которая пройдет в Бердске с 20 по 22 марта. К нам приезжают специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, европейской части России. Активно участвуют ученые, библиотековеды, книговеды, информационщики, и не только культурологи, журналисты, историки, филологи, педагоги. Конференция будет посвящена проблемам книжной культуры и библиотечного дела. Библиотеки вменяются вместе с остальным миром. Теперь это крупные центры обработки и трансляции информации в широком смысле, говорят специалисты, а также популяризаторы чтения и науки, как среди молодежи, так и для старшего поколения. И благодаря в том числе ГПНТБ «Суран» Новосибирск находится в авангарде этой непростой работы.